Доброе утро, Татьяна! Доброе утро, Александр! Доброе утро, уважаемые зрители и слушатели! Спасибо, что нашли время и возможность к нам выйти сегодня. Спасибо за приглашение. Вот о чём хотели поговорить. Мы много сегодня аспектов разных-разных обсудили, но один может быть наименее активный или вообще оставили его в стороне. А что вообще творится в Кремле и в голове у Путина, уж извините, но приходится обращаться к вам по этому поводу, потому что мы совсем не понимаем, как принималось решение о мобилизации, насколько оно было там спонтанным, спланированным, и что к этому привело, я имею в виду, именно политические события, именно политические аспекты, что внутри Кремля, какие были варианты, были ли варианты, как вы полагаете? Да, ну, что касается понимания того, что в голове у Владимира Владимировича, это, честно вам скажу, это не по части политологии, не по части политического анализа, это по другой части. Я не буду уточнять, по какой именно, но я думаю, уважаемые зрители догадываются. Что касается самой идеи мобилизации, подготовка, распоряжение подготовить план мобилизации было отдано Путинам еще в марте. Тогда же план был подготовлен. Он был подготовлен, ему рапортовал об этом Патрушев, потому что разрабатывало план ведомства Патрушева. Они предполагали, что надо будет мобилизовать до конца лета полмиллиона человек в три волны, в три этапа. И ему предлагали поздней весной, в апреле-майе начать мобилизацию, в начале лета предлагали начать. И потом получил послание от Саубиза, где говорило, что самый поздний срок, ну, чтобы успеть противостоять украинскому контрнаступлению, это мобилизацию объявить в середине июля. Владимир Владимирович откладывал ее. И откладывал не потому, что он не хотел, а потому, что он опасался последствий. Ну, если, мол, специальная военная операция идет нормально, какое-то время так казалось, ну, я имею в виду второй этап операции, то зачем же проводить мобилизацию? В итоге, после событий рубежа августа-сентября, после того, как украинцы вернули себе, украинские вооруженные силы вернули себе практически полностью Харьковскую область, после того, как оживились разговоры и намерение выползти из этой ситуации, пойти на уступки, я могу вам сказать, что консультации по линии Патрушев-Сальван, они вообще шли последние два месяца, и в этих консультациях шла о далеко идущих уступках со стороны Российской Федерации. То есть отказ от так называемых новых территорий, даже, возможно, отказ от Донбасса. В обмен на то, что американцы не вмешиваются в процесс транзита и начинают снимать санкции. Верили они этому или нет, это очень интересный вопрос. Кто верил? Американцы или россияне? И те, и другие? Американцы. Я не уверен, что американцы верили тем переговорным предложениям, которые они получали в ходе консультации. Сейчас, сейчас, простите, простите, Валерий Дмитриевич, я просто хочу понять, как это происходит. Вот они приехали, поговорили, что-то потерли за столом, потом там Сальон вместе с остальными возвращается домой, говорит, слушай, по-моему, нас дурят вообще, да? Ну, будем исходить из того, что нас дурят. Ну, они, я бы сказал, с резервацией относились к российским предложениям. Причем здесь, знаете, есть такой немаловажный нюанс, который вам может показаться, ну, зрителям странным. Дело в том, что американцы считают, что Патрушев, если дает обещание, он может это обещание соблюсти. Они считают его человеком-словом. Ключово-слово может, человек-слово может соблюсти. Да, он типа соблюдает. Другое дело, что Патрушев ведь не принимает решение о мобилизации, принимает Владимир Владимирович. А 10 дней назад американцы вышли с консультации в одностороннем порядке. И было понятно, почему. Наступление Украины идет, оно идет довольно успешно, хотя не так быстро, как, допустим, какое-то время там. Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу. Американцы, видимо, решили, что ну давайте, пусть решается на поле боя, и потом у русских запросная позиция станет еще меньше. И вот как раз в этой ситуации, вот после этого, после этих известий, после сообщения о том, что американцы вообще готовы были бы к тому, чтобы Россия потерпела военное поражение, они бы этого хотели. Владимир Владимирович принял решение о мобилизации. Причем, опять же, пусть меня считают агентом Патрушева, я знаю, что и Патрушев и Бортников были не в восторге уже. С их точки зрения это было уже поздновато. Поздновато и чревато большими последствиями, чем мобилизация, допустим, на рубеже весны-лето. Вот такая довольно, ну не хитрая, а головоломная комбинация сложилась. Ну а последствия техмобилизации, я думаю, во многое чего рассказывали сегодня и вчера. И понятно, что вот этими тремя сотнями тысяч она, конечно, не ограничится. Это абсолютная чепуха. Речь идет о гораздо больших масштабах. Скажите, что тут стоит за тем, что объявили, что Путин обратится к россиянам вечером, все ждали-ждали-ждали-ждали, потом сказали, ой, нет, это будет завтра, а он будет вместе с Шойгу, а потом выяснилось, что нет, Путин отдельно. А Шойгу вообще почему-то дает интервью. За этим что-то скрывается или просто, ну, какое-то головотяпство? Нет, это не головотяпство, этому есть причина. Ну, что касается того, что Шойгу и Путин отдельно, Путин сейчас крайне недорюбливает маршала Победы, несостоявшегося маршала Победы. Он считает, что тот его, в общем, ввел в заблуждение, когда обещал Блицкрит и прочее, прочее. Ну, а отправить его в отставку он тоже не может, по понятным причинам. Это бы означало расписаться в неудачном, крайне неудачном проведении военной операции. Что касается самого Владимира Владимировича, ну, злые, но осведомленные языки говорят, что в тот момент, когда надо было делать запись, а записи еще не было, речь была готова, Путин ее писал с одним или двумя референтами. Потом он советовался с одним своим очень близким другом, ну, именно близким другом, то есть не партнером, так сказать, непрофессиональным помощником, именно с близким другом. И вот в этот момент что-то пошло не так, и решили запись перенести. Почему пошло не так? Ну, то ли действительно ему стало не очень хорошо, то ли он хотел взять паузу, чтобы еще подумать, что совсем не исключено, подобные вещи случались и раньше. Но, не сказать, что исходя из его склонности к мистицизму, он предпочел, чтобы это все прозвучало не 20-го, а именно 21-го сентября. Что этот день имеет для него, и не только для него, некоторое значение. То ли это связано с соседним равноденствием, очень возможно. Но вот этому мнению как раз я склонен верить. И поэтому то, что запись перенесли, вот может быть связано именно с этим. Ну, головотяпства там не было, нет. Это все шло по инициативе исходило от самого президента. Еще про одного персонажа хочу спросить, который очень активизировался, привлекает к себе очень много внимания и из бандитско-военной силы, кажется, хочет превратиться во что-то большее. Я сейчас не про Кадырова, я сейчас про Пригожина. Да, Татьяна, прекрасно вас понимаю. Да, сейчас Пригожин превращается в политическую фигуру. И главное, очень перспективную фигуру, потому что меня не оставляет грустное ощущение того, что в скором будущем, но уже в следующем году в России политиком будет тот, у кого есть силовой ресурс. И чем у тебя силовой ресурс значительнее, тем твой политический вес будет больше. Естественно, Пригожин действует не сам по себе, он действует исключительно санкции президента. Президент ему дал добро. И Пригожин – это инструмент. Это инструмент в руках президента в настоящее время. Но в будущее ситуация может измениться, безусловно. Если и когда, а скорее это непременно произойдет, мы вступим в очень масштабный и острый политический кризис, то у Пригожина будет вот свой силовой ресурс. Вот эти вот самые ЧВК и люди, находящиеся в орбите ЧВК. И равным образом, как такой же ресурс будет и у Кадырова. И все это очень плохое предзнаменование для нашего будущего. Когда же, когда, вот вы говорите там, если и когда. Во-первых, когда же, когда острый политический кризис. А во-вторых, я бы так сказал, в телеграм-канале Др Соловей, который я крайне рекомендую к подписке всем, было написано, самый здоровый человек в мире не смог обратиться к стране по заявленному расписанию. И по скриптам, моя покойная матушка от таких говорила слабак. Значит, это, да, тут можно уловить намек на здоровье президента. То есть, мой вопрос, или два вопроса, если хотите, они вот из двух частей. Первый, это, когда, возможно, они связаны, когда политический кризис, и в каком состоянии находится президент Путин, я имею в виду, прежде всего, как и морально-психологическое, так и, разумеется, просто физическое. Ну, что касается здоровья президента, то формальным предлогом перенести запись были приступы кашля, непреодолимого кашля, которые его охватывали. Был ли этот кашель спонтанен, или он носил слегка искусственный характер, я не берусь судить. Что касается здоровья и связи здоровья с мобилизацией, вообще-то здесь есть прямая связь. Вы, надеюсь, понимаете, что это жертва. Это кровавая жертва, которая приносится сейчас. Кровавая жертва в лице сотен тысяч молодых мужчин, имеющих семьи, дети, жен, матерей, именно для того, чтобы продлить свое царствование. И принести такую жертву может только человек, очень повернутый на мистике. Причем на мистике самого мрачного свойства. Самого мрачного. Тем более было предзнаменование одно Владимиру Владимировичу, которое ему очень не понравилось. Я сейчас об этом не буду говорить, расскажу попозже, может быть, там спустя две недели. Но что касается кризиса, кризис связан будет, и всегда был связан с двумя обстоятельствами. Первое – это здоровье президента. Потому что как только элита видит, что он ослабевает, она видит, но я говорил всегда, что он пока контролирует ситуацию. Он контролирует ситуацию. И второе – это в случае, я бы сказал, повышения давления внутри России. То есть если возникает некая спонтанная динамика, то, что мы наблюдали вчера, это в масштабах было меньше, по масштабу меньше, чем выступления 24 и 25 февраля. Причем значительно меньше. Вот если возникнет какая-то внутренняя динамика, то элите придется на нее реагировать. А возможно, элита будет реагировать и сама. Если сочтет, что ее существование тоже покажется под угрозой. Потому что обсуждение возможности нанесения тактических ядерных ударов – это уже не страшилка. Это обсуждается как вполне реалистическая перспектива. И обсуждается отнюдь не только военным руководством, военно-политическим руководством Российской Федерации. Обсуждается и на уровне чиновников ниже. То есть это уже то, что в ходу, понимаете, это то, что уже рассматривается как приемлемое. И вот в этот момент может что-то случиться. Безусловно, если такое решение, роковое решение будет принято. Коллеги? Вы сказали, может быть, расскажу через две недели. Я подумал, что у нас через две недели будет происходить день рождения Путина. Юбилей Владимира Владимира. 70 лет, совершенно верно. Ой, вообще все как-то напряженнее и напряженнее в связи с этой датой. Готовится к днюхе, так сказать. Ну да, правда, очень много кажется объяснимым именно вот с этой точки зрения. Если мы будем отталкиваться, что-то, а вот это юбилей. Не знаю, это важное что-то. Я не знаю, насколько это важно для него. Мы ничего подобного не делали, понимаете? Да, но то, что мы этому придаем значение, это правда. Придавая значение, мы это начинаем интерпретировать, искать потаенные смыслы. Возможно, ничего такого, ну, помимо того, что уже случилось и не произойдет. Хотелось бы надеяться. Ну, вообще уже, знаете, достаточно на несколько поколений, так сказать. Мы, знаете, что не затронули, вот этот обмен, вы наверняка в курсе, да, обмена военнопленными, такого очень громкого, спорного и так далее. Что для Путина медведчук? Ведь сначала его буквально хоронили, говорили, он нам нахрен не нужен, и Песков от него открещивался, и пропаганда от него открещивалась. И тут вдруг его обменивают на 200 человек. Это прямо история Гелады Шалита в Израиле. Да, ну, можно было бы, конечно, отделаться фразой, что русские своих не бросают. Помните в начале СССР? Но медведчук, мне кажется, ни по какому параметру не подходит, кроме как свой. Вот, а русский... Вот, правильно, он свой, но не русский. Я думаю, что это тот свой, которого хотят использовать, то есть Путин возвращается к одной из прежних комбинаций, использовать на так называемых новых территориях после их вхождения в состав Российской Федерации. А может быть, Путин хочет создать уже и украинское правительство в изгнании, как альтернативу правительству Зеленского. Это совсем-совсем не исключено. То есть здесь, с моей точки зрения, есть некая политическая цель и политический подтекст, а не просто знак симпатии по отношению к своему куму. Я думаю, что Путин это связывает со своими планами в отношении Украины. Освобождение медведчука, его приезд в Россию, в Москву. Коллеги? Да, вы же преподавали пиар, насколько я помню, и большой мастер и специалист в этом деле. Но как это объяснить, как это объяснить в том числе и той ЗЭД-публике, условно говоря, которая бесновалась, которая, значит, брызгала слюной насчет того, что вот эти нас... Это главные враги были, они были в руках. И вдруг их отдают за какого-то сомнительного медведчука. Объяснить это будет очень просто, с моей точки зрения. Вот вы видите, как пропаганда включится, подплатит этот посыл, что мы, главное, освободили наших русских офицеров и солдат. Это главное. Медведчук это не что, главное, что мы освободили их. 50 человек вот этих. Нацисты из Азова, там, запрещенного. Все эти наемники, пусть мы и говорили, что они военные преступники. Но главное, своих освободить мы своих не бросили. Этот посыл пройдет успешно. А ЗЭТ-публика, она что сделать? Она проглотит. Она, в конце концов, своего добилась. Мобилизация началась. Я очень рассчитываю увидеть пропагандистов. Очень рассчитываю увидеть ведущих ЗЭТ-каналов в первых рядах. Жду от них сообщений, что они добровольцами идут в военкомат. Пока что никто ничего еще не сообщил об этом. Пока некоторые не замолчали. Депутаты тоже как-то не сильно горят желанием идти на фронт. Один там заявил, один, что пойдет. Да, да. И даже Вячеслав Володин напомнил им, этим самым депутатам, что вообще-то у них нет никакой брони. Раньше кивали на закон о мобилизации. И там вроде бы есть брони у депутатов Госдумы и сенаторов. Но, кстати, как думаете, вот эта история с показательным отправлением на мобилизацию, будет ли она как-либо широко обыграна? Потому что мы видим, что дети элиты тоже явно не торопятся туда по вчерашнему пранку Низовцева. И насколько эта история будет продвигаться? Что вы, черни, должны воевать или мы тоже, мы элита, тоже уходим на фронт? Я думаю, что этого мы не дождемся. Я думаю, что власть сделает ставку на дубинку росгвардейца, на угрозы и на то, что тем, кто будет выходить на манифестации протеста, будут вручать сразу певики с приглашением в военкомат. Возможно, как-то она попытается пиаровски отыграть, но это вряд ли будет, как постоянная линия, вряд ли это будет успешно. И, кстати, это вот одна из причин будет, я бы сказал, возникновение уже сугубо классовой ненависти. Не раздражение, не недовольство, а это вот сугубо классовая ненависть. Потому что это экзистенциальный выбор, жизнь или смерть. И вдруг оказывается, что перед этим выбором тоже почему-то не все равны. И почему чьи-то дети должны идти, чьи-то мужья, а чьи-то дети говорят, что господин Песков, говорят об этом, ну да, вы его знаете прекрасно, что господин Песков на особом счету и вопрос о нем должен решаться отдельно. Но я бы очень приветствовал, я думаю, это бы имело, как говорил товарищ Тарин, большое морально-политическое значение, если бы депутаты Госдумы, которых, по словам солдата Швейка, не пробьешь пулей летучей, пошли бы добровольно сейчас, сказали, мы вот в первых рядах, мы показываем вам пример, дети чиновников категории А, это было бы просто замечательно. Я думаю, что возможно это бы чуть-чуть примирило общество с властью, но уверен, что власть на это не пойдет, потому что это бы означало ей нарушить собственную природу, а природа ее в том, что она помыкает быдлом, помыкает. Вот есть белая кость, голубая кровь и есть быдло, сверчки, вот сверчки пусть служат и умирают, а мы не для этого рождены, нет, мы рождены для того, чтобы править и наслаждаться. Спасибо вам большое, спасибо большое Валерию Соловью, политологу, который с нами провел эту часть утра и дал пояснение.